Ну что, привет интернет, я сегодня в Чубетейке в честь праздника на улице, он будет еще целый месяц длиться, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с праздником, и сегодня у нас в нашей студии, мы находимся в Ангельс Кафе, спасибо нашему другу, брату, товарищу Алишеру Лебаеву, что любезно нам разрешил посниматься, ну а в студии вообще абсолютно замечательный человек, который я очень давно наблюдаю уже, читаю, который очень известный в фейсбуке, да, уже не в фейсбуке, в медийном пространстве, Алмаз Ержан сегодня с нами. А вам? Саламу алейкум. Спасибо. Я вчера, когда мне позвонили и сказали, что ты в Алмате, я очень обрадовался, что будет сегодня возможность интервью, и ну давай я начну с вопросов потихонечку, буду тебе задавать, как вообще ты в интернет пришел, что, что, как, как вообще это получилось, вот давай по чуть-чуть начнем объяснять, потому что ты уже, ну сколько лет уже? На фейсбуке, наверное, пять лет. Пять лет? Да. Ну, как так получилось, что, ну что тебя подвигло вообще? Вообще я на фейсбуке зарегистрировался, а от Майл.ру пришло уведомление, что меня там еще друзья. Ну хотя в то время было, когда от меня, наоборот, все друзья уходили, я сидел дома, закрытый, да, и у меня не было друзей в то время. И я потом зашел на фейсбук, думаю, что за друзья меня ищут, посмотрел, ну никто меня не ищет, ну фейсбук. Многие их не знают. Да, никого не знаю, да, потом обратно вышел оттуда и не заходил на фейсбук. Потом уже, когда я начал предлагать проекты, там, ну пытался заработать, там, искал возможности заработать деньги, и я предлагал, у меня возле дома, я жил в Красномяре, в Куприграде, в Куприграде, в Куприграде, в Куприграде, в Куприграде. И там у нас возле дома было одноэтажное здание, в котором поселились люди, а это была бывшая детская школа. А я почему-то хотел сделать оттуда детский сад, чтобы дети там, ну, было куда ходить в этом селе. Я предлагал это как проект всем, кто в интернете я находил адрес и отправлял. И какая реакция была? И реакция была, я вышел на сайт Bizmaker, в Алма-Ате, оказывается, бизнесмены были, и туда написал. И мне обратился их руководитель, Шахмалян и Павел. И мы начали списываться с ним, и как-то так, я там, ну, как, я больше пиарился, не пиарился, говорю, что я там играю на фондовом рынке, там все такое. Ну, я играл на фондовом рынке, но там суммы маленькие были. И я больше говорил об этом, но как-то получилось, что я сказал, что я инвалид на Павляске. А, он что-то, давай встретимся или давай увидимся, предлагал выйти в скайп, а я стеснялся выйти в скайп, потому что у меня не было зубов. Не было зубов, я считал себя, что я здесь уже никакой. Я стеснялся, и потом я вышел. Он узнал, он еще больше ко мне прилип, кто ты, что ты, давай звонить, там это. И предложил выйти в фейсбук, а я не знал, что это вот такое. Я вышел в фейсбук, и меня добавили в группу закрытую, где сидели бизнесмены, и обсуждали проекты, там. Для меня это было новое, эти вещи. Еще другая планета. Да, другая планета, да. Я сидел просто и общался. И он говорит, про себя пиши, говорит, интересно, ты же в селе живешь, там это. Я не пишу, я начал писать про фондовый рынок, про акции, облигации, про то, что сам лялякаю. Я до этого тоже давал интервью, помню, раскритиковал РФЦА здесь, в Алмате, потому что по интервью они давали, что они обучают по Казахстану, а по факту не было этого обучения у нас. Я раскритиковал письма этого Аркена, Аркенов, или Аркенов, Арстанов, кажется, да, был, председатель РФЦА. Ну и он мне отправил журналистов, и они у меня взяли интервью, что я занимаюсь фондовым рынком. И я на это включаю, всегда, ну, больше понтовался, что я и рок-фондовый берег. Также на Фейсбуке я начал писать про это, и потом дошло, что он начал уже по телефону уже матом как-то, я помню. Ты же, говорит, ни хера не зарабатываешь. Говорит, что ты больше понтуешься, как Казах, что у тебя там что-то есть. На самом деле ты живешь в селе, больной, тебе нужна помощь, но ты не просишь, ты гордый Казах, там, ну, все в таком духе. А я напрочь отказывался о себе писать, говорить там. Потом, и как-то по ситуации мне стало хуже. Это осенью было. Мне стало хуже, я стал задыхаться. Скорая приходила, и что-то я стал часто скорую вызывать. И больницу, капельницу, все такое. И потом, этот, уже в больнице лежу, думаю, блин, что делать. И вышел, вроде выписали, опять больницу. И потом, оказывается, дома у меня шла калитура, дом был в селе, и он сырой, и он начал уже на меня давать какой-то, ну, такой вот. Я начал задыхаться. Болезнь усилилась. От воздуха? Да, от воздуха. Ну, и дома печки же, печки еще топятся, углем топим. И я стал задыхаться. И я ему, то есть, я ему рассказал, шахмардан он рассказал, так и так я попадаю в больницу и задыхаюсь. И он мне снял на два месяца квартиру, он кухшетал. Он мне деньги отправил, говорит, сам сними и поживи, и посмотри по ощущению. Ну, дальше, говорит, ты сам уже снимай. Ладно. А я в то время, я не мог сидеть, я лежал. То есть, я не мог сидеть, я лежал, и все общения были лежа. Ну, я так, ну, я подавал себя так, как будто я сижу, там, двигаюсь. Ну, это было больше понтов у меня было тогда. И потом уже я, конечно, как квартиру переехал, и стало легче. И стало легче. Ну, ну, и по случайности мне привезли курдак, ну, мясо, конины, когда зимой, осенью, и я отравился виноградом. Ну, саркот, саркот когда приносит, там, винограды все подряд же у нас, печеньки, печеньки. Я виноград целый, зеленый, и он, и что-то у меня неплохо стало. Опять в больницу попала. Уже в областную больницу, как считалось, попала и лежу. А до этого у нас был разговор, что почему я не пишу о себе. И я лежу, ну, и когда мы с ним созванивались, он говорит, ну, что, опять в больнице, опять, опять в 25 кривой, пиши о себе. Напиши, что ты в больнице. И я помню, я, был такой жесткий разговор, я написал. Я написал, я попросил прощения у всех в Facebook друзей, которые там были, и закрыл этот, ноутбук, да, профиль закрыл. Помню, ноутбук я из дома, а вот эта флешка была, киселовская, мне принесли его ребят из Казактелекома, сколько что-то. И я вот так в больнице написал и заревел. То есть от меня так прорвало, что такое огромное, да, там, как будто пар выпустил такой, да, вот. И заревел, закрыл и реву сам по себе в больнице, никого нету. И потом, и как-то стало легче. И так, мне много лет не было так легко, как тогда, я помню. И стало легче, и потом уже, я уже, ну так, а спая, на второй день только открыл в Facebook. Открываю, там столько комментов, кто-то удалился, кто-то запрашивается, друзья там. И все, и с тех пор я начал искренне писать посты, и оно дальше больше ушло. Ну, слава богу. Да, слава богу. Тут больше ничего не скажешь. Да. Хорошо. Вот, пять лет, как говорится, в эфире. Вот, знаешь, ну я вот, просто чтобы ты понял, о чем, что я имею в виду. Ну, вот каждый год, вот по моим ощущениям, аудитория, ну, она вроде та же остается, но все меняется. То есть, вот, допустим, в начале была какая-то восторженность в сети. Да. То есть, все пытались что-то высказаться. Да. Очень много новых людей вот так зажигалось. Вот, допустим, вот в последнее время мы мало видим, кто, ну вот, кто появляется. То есть, как бы устаканилось, да, все начали там уже там, кто-то деньги зарабатывает, кто-то пытается там какой-то политикой заниматься. Ну, в общем, там, на все, ну, у кого к чему склонность, да. Вот, вот, твои вот, как сказать, наблюдения за нашим Фейсбуком, вот, если, ну, я абсолютно уверен, что там тоже много чего видишь. Расскажи. Ну, я в целом, вообще, Фейсбук оцениваю очень положительно. Потому что я тоже на Фейсбуке зарабатывал. Я помню, я сидел ВКонтакте и смотрю, в Фейсбуке нету страниц, где, развлекательных. И как только я подумал, через сколько-то месяцев появились возможности делать страницы, ну, ни у кого не было. Я создал один из первых этих страниц, ребята знают, сломаться некоторые. Мудрость на каждый день, бизнес-деньги, девчонки, это были популярные страницы, там по 10, по 20 тысяч человек подписчиков было. Это ты сделал. Это я создал. Никто не знал тогда, что я это сделал. А я брал вот эти, контент с ВКонтакте. Там красивые картинки, а цитаты с интернета. И вставлял, и отправлял. Люди лайкали, репостали, да, да, мотиваторы. И потом россияне на меня вышли и под рекламу деньги давали. То есть это был заработок такой. Потом я когда в Китай уехал, я потерял этих рекламодателей. Даже в Китае не было Фейсбука. Получается, ты создал несколько групп и доработался там до того, что на тебя вышли россияне и сказали, давай мы тебе будем бегать, платить ты там дальше. Да, и наши тоже выходили. Чудеса. Я так зарабатывала. Ну, это нормально было. Мне надо было выживать, потому что за квартиру надо было платить. Шахмардан помогал вначале, потом Алилжан Бектенов, был такой бизнесмен, как Штавский. Он помогал, я ему статьи тоже писал, он через меня узнал. Ну, как я ему статьи писал, я про финансовые, про фондовые биржи, статьи переделывал их и как бы отправлял как будто от себя тоже. Я зарабатывал так. Ну, в целом я в Фейсбуке, сейчас что происходит в Фейсбуке, там идет создание, социализация общества. Это очень хорошо, потому что когда я столкнулся с проблемой, со своей проблемой, я понял, что каждый думает о себе, да, то есть каждый на своей лодке, да, и проблема утопающего, это дело рук. Но мы живем в одной стране, да, мы живем в одном обществе. У нас огромная страна, но у нас совсем мало, да, и немного. Города раскинуты очень сильно, но при этом нас что-то объединяет. Нас объединяет именно соцсеть. И именно соцсеть сейчас стала площадкой для диалога с властью, с теми людьми, от которых зависит именно благополучие наших граждан. То есть от них зависит. То есть, возможно, вы не ощущаете, но я ощущаю это. Потому что именно мои проблемы, проблемы доступной среды, да, то есть проблемы здоровья, здравоохранения, проблемы жилья, это все мои проблемы, и также и проблемы нашего народа, общества. А как я могу по-другому донести? Я бы не смог достучаться до двери какого-то чиновника, как раньше. Я помню, я, как Масимов, когда только создал блок, если помните, открытый блок, он один из первых убрал вот эти границы, он открыл, я помню, я написал письмо в юстицию и финансовую полицию. Потому что у моей бабушки было больше 10 детей, у нее не было медалей «Халкналка» в северном Казахстане. Ну, чиновники так. И к 8 марта никто не поздравлял, хотя по всему миру, по телевизору там ховарили, что все у них хорошо. А бабушка жила в деревне, в своем доме, который дедушка построил, до сих пор живет там, дай бог ей здоровья. Я написала, что у меня нету медали. И подключила, попросила разобраться. Там такой кипиш стоял. То есть с северным Казахстаном, здесь там, их органы все поднялись, поехали в этот аул, бирлик. Взяли интервью, там, ну, эти органы специальные, правда ли она есть, правда ли. И действительно, потом, через уже время, дали вот эту медаль, заслуженную медаль. Это бабушка, которая больше 10 детей родила. И, то есть, я тогда почувствовала, что я могу быть услышанной. То есть, и Фейсбук, вот он как раз дает площадку, если помните, вот с депутатами, как бы, тоже. Ну, я, кстати, я вот наблюдаю, ты достаточно часто в Астане бываешь. Я вот заметил, тебя начали активно очень привлекать во всевозможные там, вот, общественные организации, на какие-то там мероприятия, прочее, прочее, прочее. Ты, ну, то есть, у тебя месседж такой, что ты хочешь что-то сделать для страны, хочешь, ну, что-то быть полезным людям. Так получается? Ну, получается, на самом деле, я не знаю почему, но мои проблемы – это и проблемы моей страны, оказывается. Ну, допустим, вот, скажем, моё здоровье. От чего зависит? Ну, от 90% от себя самого, да? Образ жизни, образ мыслей, там, и так далее, и так далее, да? Ну, и плюс 10% от здравоохранения, да? Ну, так получилось, что это я поздно понял, и в данный момент я зависим от лекарств, от лечения, качественного лечения. А где взять качественное лечение? У меня нет денег, чтобы поехать за рубежом. Я требую и буду требовать качественного лечения от наших врачей, от нашего здравоохранения. Получается? Ну, пока нет, но я буду это делать. И я хочу выходить на улицу. Я больше 10 лет просидел дома. Я сейчас стал очень часто выходить на улицу, и я очень часто сталкиваюсь с ограничениями. Везде, везде, где бы я ни был. И у нас нету даже одного правильного города, который бы соответствовал всем нормам и стандартам по доступной среде. Ни одного города. Я же сталкиваюсь с этим проблемой. Это моя проблема, но в то же время это проблема нашей страны. Нет, ну много же людей. Надо воспринимать людей с ограниченными возможностями как часть своего общества. Это не просто отдельный человек. Вы платите налоги государству, весь бизнес платит налоги. И эти деньги идут на пособия, пенсии этим людям, которые не работают. А достаточные пособия вам? Ну, допустим, у меня первая группа, да, и тяжелая форма, да, то есть инвалидности, да, считается, тяжелой катехолией. Я колясочник. У меня около 40, чем-то там, 40, я, честно, не помню, 47, кажется, тысячи деньги пособия. Ну, для аула, для села это очень хорошо. Ну, я, я вот это, моя личная, это я для себя взял правило, что я не получаю свою пенсию. Я взял, ну, сделал доверенность на маму, и мама получает за меня пенсию. Я не спрашиваю вот это свое пособие, они сами получают, мама за меня получает, и я пытаюсь заработать для себя сам. Потому что психология, что там есть халява, оказывается, в моей практике, она дает больше аппетита, чем желание заработать. То есть, допустим, зона комфорта, снять квартиру, взять, то есть жить там с сиделкой и получать ежемесячно пособие, и что-то там писать, и сидеть. Очень хорошо, да, вроде бы. Ну, для многих инвалидов это очень хорошее, если ты сам снимаешь квартиру, там, для меня нет. Я, я же много лежал, я не мог сидеть на коляске. Я не мог сидеть на коляске, я помню, я часто молился, и до сих пор молюсь. И у меня фраза в молитве, то есть, если Аллах есть, то используй меня ради своих целей. То есть, вот я примерно вот так молюсь, на казахском, да, вот, и в своих молитвах я так говорю. Используй меня для своих целей, потому что мне терять нечего. И мои проблемы, это проблемы других людей. То есть, у меня нет жилья, да, вот. Это хорошо, что у меня нет жилья. Я пытаюсь выжить, и какой-то угол я жил в доме престарелых инвалидов два года. Я потом удивлялся, когда я вышел оттуда, я удивлялся, целых два года я там потерял. И что я там делал? Почему я туда пошел? А потом вспоминаю, как ребята все собирались с фейсбука, да, там вице-министры бывшие, да, их все, которые приезжали с детьми, елки привозили. То есть, мы организовали там елку, которой никогда не было. Там столько елок было, так, украсили все дом престарелых этим гирляндами, весело было, столько тортов было. Эти люди, которые сидели у себя в комнатах, никогда не выходили друг к другу. Они вышли, начали друг с другом знакомиться, здороваться. Это было, для меня было удивительно. И это очень хороший опыт, я очень сильно поменял свое отношение к родителям. По отношению к родителям я был немножко диким. Ну, я ушел из дома, да, сколько раз, я был немножко диким. И все время куда-то лазил, да. А здесь, в доме престарелых, я жутко поменял. То есть, через этот корень, прям изнутри поменял отношение к родителям. Когда видишь, когда родители там находятся, да, чьи-то родители, а их дети, внуки приходят, там, в понедельник или пятницу, когда выдают пенсии и пособия, чтобы забрать у родителей. Деньги. Деньги. Чудо-то есть? Есть такие. Знаете, и они приезжают на таких иномарках, хорошие иномарки. У меня в горле стоял камень, мне хотелось материться и заорать, я когда видел. Я сам жал машину, и смотрю, парковка занята, все машины. Я думаю, что за мероприятие. Звоню там, который, вот там, тоже жил парень, говорю, что сегодня что, концерт будет, кто-то приезжает? А там часто кто-то приезжает, послой приезжает. Говорит, слушай, сегодня пенсию выдают, а причем из пенсии? Ну, так их дети, внуки приезжают, чтобы взять, получить их на пенсии пособие. То есть, поэтому это огромный опыт для меня. То есть, есть над чем работать, и фейсбук, он как раз идет к тому, чтобы общество социализировать. И я вот, наверное, нахожусь не просто так в фейсбуке, потому что случайно, не случайно. Да нет, я думаю, что не просто так. Да, не просто так. То есть, меня слышат, и я думаю, что не особо никто не слышит, думал раньше. Ну, когда потом Восстание появлялся в мероприятиях, и когда с тобой знакомятся, там, скажем так, немаленькие люди, да, там, которых ты видел по телевизору, да, они с тобой знакомятся, их жены с тобой знакомятся, и говорят, что они тебя читают, хотя они не лайкают, да, то есть, ты думаешь, о, оказывается, о, как. Ну, слушай, ну, вот, после того, как ты стал более узнаваемым, там, читаемым, полегче стало, то есть, вот, ну, народ вообще как-то помогает, что-то там, или... Народ помогает. Потому что я гляжу, фотоются с тобой очень много народу. Я вот всегда, знаешь, вот смотрю, как фотоются, думаю, ну, вот, а фотоются оно здорово, конечно. Да, да. Это мои близкие подруги и друзья тоже говорят, ну, тебя же используют для пиара. В таком духе. Ну, говорят, ну, что ты, говорит, деньги бери, там, еще что-нибудь, да, там. Тем более, когда я начал фоткаться, я помню, Айден Архимбаев, когда пригласил на лечение, кстати, в Facebook именно первый раз шахмаран Айтпаев меня отправил в Китай на лечение за свой счет. Да, и у меня не было сопровождающего, я взял отца своего, да, и он оплатил полностью расходы. Во второй раз я вынужден был собирать деньги в Facebook. И народ собирал, все собирали. И третий раз тоже собирали. И помню, еще когда, перед третьим разом, Айден Архимбаев пригласил в Астану полечиться, показать меня врачам своим. И он снял кинкотель. Снял кинкотель, апартаменты. А у меня был Серега помощник. И мы с Серегой приехали. Оттуда приехали в трико, так, по-деревенски. И я помню первую фразу, там женщина говорит, у вас есть другая одежда? Говорит, ну вот так, где же вы? Говорит, нет. Как, нет другой одежды? Вы в Астану приехали вот так? Я говорю, да. И говорит, вы же понимаете, что это Астана? Надо было сказать, лимузин там, в гардеробом едет, сзади. Все тоже. И когда она со мной разговаривала, вот между нами какая-то стена начала рушиться. Я не понимал ее, но я примерно понимал, где я нахожусь. То есть и тогда она говорит, вы как гастарбайтеры, говорит, вас заберет милиция, у вас удостоверение есть? Я говорю, а Сильва уже лысый еще, в футболке, в трико тоже. А я тоже в трико, я тоже в этом. Я говорю, есть, и, ну, слава богу, нас никуда не забрали, мы жили в Канькателе. И самое интересное, все друзья с Астаны начали приходить до меня. Начали приходить, приходить и фоткаться. Чай, ну, они с сумками ездили, шашлыки там, торты там, начали приносить. И я не понимал, что происходит в России. И мы фоткались, и почему-то у меня было ощущение, что все друг друга знают. Оказывается, никто и друг друга не знал. Все тебя знали. Все меня знали, и все приходили, и получилось как площадка, что все друг другом знакомятся. Ну, чтобы отметить, что мы познакомились, мы фоткались. Я выложил это на Фейсбук. Ну, конечно же, добрые комментаторы начали говорить, что я пиарюсь. И, а я не знал, что такое пиар. Я не знал, что такое пиар. Я знаю, что это только лишь релик паев, слово употребляет, слово пиар, почему-то. Я зашел в Google. Google зашел и написал, что это пиар. И полностью изучил, что это такое пиар. Я понимал, в чем меня обвиняют. Потом я помню, когда на лечение деньги собирали, мне сказали, что я занимаюсь фандрайзингом. Я не знал, что такое фандрайзинг. Да? О, коллега. А это, кажется, привлечение средств для какого-то, для каких-то целей. Я в Google зашел и понял, что, оказывается, это такое западное слово. Потом помню нетворкинг. Кстати, вот тоже кинкатери мне говорили, что у меня получается, плохо получается нетворкинг. Я тоже не знал. Тоже в Google зашел, узнал, что такое нетворкинг. То есть он вот такой вот, пошаговый. И как раз вот получилось, что Facebook, он больше стал помогать мне. Сань, так, возьми на меня. Коллеги, я извиняюсь, чуть-чуть потише, пожалуйста. Просто вы его переглигивайте, я не ду. Если можно, пожалуйста. Мужчины, ну что вы. Есть что-нибудь? Кинем. Да нет, вы, блин, здоровые, вас я не буду кидать. Просто, пожалуйста, помолчите. Пардон. Спасибо. Сань, можно? И вот то, что вы говорите, есть какая-то, скажем, польза в Facebook. Польза огромная, потому что я зарабатывал на этом. Меня вот то, что привлекали туда-сюда, это изменений очень много. Если помните, я первый появился в этом парламенте, и там были неправильные пандусы. Тоже сфоткал, да. Тоже кипиш с Бердонгаровым. Тоже, правда, Бердонгаров потом ушел. Но зато после этого кипиша президент ратифицировал конвенцию по правам инвалидов, он подписал. И эта конвенция вступила в силу. А конвенция – это международное право инвалидов. Она выше наших законов. То есть сейчас на самом деле люди с ограниченными возможностями обладают огромной поддержкой международной организации. То есть сейчас можно качать права только так. К чему я и призываю всех. И были минусы, когда про меня разные говорили, что я хожу, что я встречаюсь, только выбираю людей. Разные были. И это, оказывается, нормально. Я раньше переживал. И люди разные бывают, и каждый имеет мнение. И с этим она считаться. Но опять же, кто я такой, чтобы говорить кто-то такой, кто-то такой. Я сам по себе. Вот примерно вот так вот. И так и живем. И так и живем. Ну, ты знаешь, вот все то, что я сейчас от тебя слышу, это, конечно... У меня похожее было состояние, когда я делал интервью с Ружан Саин. То есть она, когда начала мне рассказывать о истинной благотворительности, что у нас вообще происходит, как она деток там летит. Вот то, что ты сейчас говоришь, у меня, ну, я ничего не могу сказать о вас. То есть я просто, ну, ну, я вот сделал это интервью, может быть, это как-то, ну, тоже там какой-то маленький еще там кирпичик там в твою... Да, а куда вообще, какие творческие планы? Это очень глупый вопрос, но тем не менее, то есть вот как ты вообще себе видишь? Вот сейчас ты вышел, да, вот на определенную, то есть есть какие-то у тебя, ну, как, мечты там, я не знаю, куда дальше? Вот самый сложный вопрос, наверное, куда двигаться, да? То есть, ну, как корабль без... То есть когда парус поднимает, он должен знать, откуда будет дать ветер, да, да, и двигаться. То есть не конечно. Да, ну, вот когда вы говорили, что кто мне, кто... Ну, есть ли какая-нибудь поддержка, да? На самом деле я же не мог сидеть, после Китая я начал сидеть, да? Ну, у меня продолжали быть проблемы и со здоровьем. То есть тот же Шахмардан Акпаев, да, который помогал, тот же Адин Рахимбаев. Макпаула Карибжанова, кстати, вот, многие не знают, но она консультирует именно по питанию. И я помню, я когда ее слушал, я думаю, ну, жена олигарха, что там она... Слушал, да, и мимо ушей, поэтому... Ну, потом здоровье-то дороже, надо же. И я встал, вот, потому что она мне отправила, вот, эти БАДы, я начал их пить. Пить, пить, и мне помогло. Я стал, ну, боли стали исчезать. И, ну, я вынужден был, на самом деле, то есть ее слушать дальше. То есть, хотя она, помню, предложила, когда со мной встретиться, а я жила в Шукурштабе, она думала, что я в Амате. То есть, я думаю, Карибжанова предлагает встретиться, что такое. То есть, для меня это было, ну, как-то, чтобы жена олигарха, то есть, как-то обращала внимание на какую-то инвалида. То есть, вот эти люди, вот именно алматинцы, да, то есть, как-то... То есть, с алматой, когда тебе интересуются, это было огромной силой. И вот до сегодняшнего дня, то есть, я вот именно по питанию... У меня же утром было как скованно же, я не мог вставать утром. До обеда лежала, пил таблетки кучей. И, то есть, а сейчас вот, благодаря вот этим БАДам, то есть, контроль за диетой... Правда, сейчас в Амате уже нарушила эту диету. То есть, получается, есть польза от этого. Ну, куда я иду, на самом деле, у меня тоже одно из кредо, да, то есть, жить, любить и созидать. Жить и любить, и созидать. На самом деле, если делаю что-то от души, да, то есть, неважно... Главное созидать. Есть возможность что-то сделать, я делаю. Есть фонд общественный, фонд социальных инновационных проектов. Есть команда замечательная у меня. Мы хотим создавать проекты, реализовывать проекты. То есть, именно полезны для общества, для нашего социума. А что это за фонд-то? А можешь рассказать о нем еще подробнее? Не, ну, я как бы так знаю, но вдруг люди... Я, живя в Куршетау, открыл фонд. У меня не было людей, чтобы туда зарегистрировать. Я помню, племянника с его студентами туда зарегистрировали. И мы открыли, ну, фонд назывался ЕКОМИК. ЕКОМИК — это Е и КОМИК, то есть, через электронную помощь, как крауфайдинг. Но я потом... Он был благотворительный фонд. Ну, я открыл его и начал читать, изучать, что такое фонд. Сначала открыл. Да-да-да, вот у нас тогда, я раньше так... И понял, что, оказывается, благотворительность — это совсем очень... Там другая философия. Даже философия волонтерства — это другая философия. Не так, как мы понимаем. И я полностью поменял свое отношение к фонду. Карл-Жан Саину. Я думал, что она там... Жена какого-то там... Богача там, да, все такое. Потом, когда я с ней уже познакомился, это, кажется, простая женщина, да, которая действительно помогает. Хотя там по ней ходили слухи, да, там такие. То есть, весь фантик, он когда ушел, когда суть видишь, и... Социальный проект, они... Кто-то смотрит как на бизнес, кто-то смотрит как реальное созидание. То есть, человек сам делает и помогает другим, да. Сейчас, допустим, есть такое понимание, как социальное предпринимательство. Для Казахстана это очень много тоже. Все к этому идет. Сейчас другой уровень. Сейчас уже волонтерство должно уже оплачиваемо быть. То есть, а не так, чтобы человек тратил время, да, и потом всю энергию выжимают, и ни с чем остается. Так не должно. И потом, уже когда я осознал, что такое вот именно работа общественного фонда, работа НПО, я изменил название, уже набрал другой поп-совет, поп-чистский совет, другая команда у меня. И мы сейчас начинаем работу. как раз мы, Асет Весекишу, Акиму, Астаны, у нас есть эксперты, люди на полясках, у нас есть концепция города. Мы действительно можем изменить Астану в безбарьерный город. Даже войти в десятку развитых безбарьерных городов. применительно вот к этой теме. Да, да. Потому что, почему я говорю, десятку, многие смеются, но Астана Новый город. Астана Новый город. Там можно спокойно вот этот вот проект реализовать и решить час уже, а не потом, да, уже когда вот застроили, потом начинать переделать. Получается, Асет Весекишев помогает в этом? Ну, как помогает? Он поддержал проект. И потом, когда мы уже, уже надо было заму, заместителю обратиться, заместитель Лукин уже нас стопанул. Сказал, что де юра вас много, а де факт до вас нету. Хотя мы, наверное, первые инвалиды в Астане, которые предлагают сами решить свои проблемы. с концепцией на руках, с поддержкой, с экспертной поддержкой за рубежа. То есть это, в Казахстане не было еще такого. В Казахстане нету экспертов именно по доступной среде. А у нас есть. Мы предлагаем изменить город. А что для этого нужно, чтобы это все случилось? И я помню, я написал пост, критику, да, то есть то, что как произошло у нас встреча с заместителем, что нас немножко отшили. И после этого мне позвонили и сказали, что они дают нам помещение. Ну, на это им хоть спасибо. Теперь мы хотим открыть это помещение и бесплатно консультировать бизнес-сообщество, допустим, бизнес-объекты, да, то есть как правильно делать пандусы, туалеты, да, то есть двери, ширина двери, вот это вот все. Вы же видите, некоторые пандусы, огромные вот такие, да, то есть пандусы вообще надо убирать, надо подъемники ставить, то есть там много вариантов. Это только-только начинается. А хотя деньги там выделяются огромные из бюджета по Казахстану и огромные бюджеты, деньги, которые где-то там у чиновников, и они что-то вроде делают, ну, ладно, делают, а их эксперты. Кто эксперт? Нет уже экспертов. Ну, надо полагать, что эксперты должны сами те люди, которые с этой проблемой сталкиваются, ну, они-то точно знают. Ну, конвенция по правам инвалидов, она и говорит, что о наших проблемах не должны решать без нас. О проблемах инвалидов не должны решать в правительстве, в парламенте без участия инвалидов. А у нас как? У нас еще далеко мы отстали от, скажем так, демократии, да, то есть от развитого общества, что у нас там агашки сидят и решают за инвалидов, здоровые агашки. Так не должно. Социум должен быть вместе, наравне. То есть с участием эксперта, с участием инвалидов должны решаться эти проблемы. Ну, это, по-моему, на уровне вообще здравого смысла, очевидно. Да, очевидно. Ну, как без меня меня же или это так не может быть. Да, да. Ну, самое интересное, если вот этот концепт применять, ну, бюджет экономит минимум 20% от общего бюджета, а там денег миллиарды. Ну, это, это, наверное, невыгодно кому-то будет. А для нас, для инвалидов, это решение доступности жилья. Поэтому фонд, мы оцелим на такие проекты, проекты по жилью тоже. Мы хотим, чтобы инвалиды получали жилье. Допустим, колясники, да, которые сидят на колясках, они состоят в очереди на жилье вместе со всеми социальными организациями населениями. Как-то мамы одиночки, да, там, и многодетные, ну, все вместе. Ну, колясники, долго они живут, к сожалению. У них состояние, они же как тяжелое состояние, они болеют, они не могут передвигаться. В мире такого нету, в мире, в развитых странах, в течение 5 лет любой колясник получает жилье. А у нас нету, у нас десятилетиями же стоят, ждут квартиру. Так не должно быть. А хотя первые этажи, первые этажи Акимат отдает бизнесу, в кавычках своим, и они там делают бутики, там магазины одежды, да, там парикмахерские и так далее. То есть, хотя эти первые этажи домов должны отдаваться как раз колясникам, они должны адаптироваться под жилье. и отдаваться именно его лидам, чтобы они там жили. То есть, много проблем вот таких вот, мы хотим вот это поднимать и решить. А у вас вот на сегодняшний день сколько людей там собралось? Ну, пока я понимаю, что это только начало. Ну, у меня сейчас три эксперта, потом три вот именно по внутренней работе фонда, вот шесть человек. Ну, это можно размножить, конечно, но просто все сталкивается о финансировании. Например, мы подали грант, наград, заявку в Центр поддержки молодежных инициатив в Астане. Подали, и у нас есть эксперты, да, и там была заявка анализ текущего положения инвалидов в Казахстане. Заявка. мы как раз подходим, мы это изучили, мы знаем текущее состояние, потому что сами в этом состоянии. Какая сумма грамм была? там было 7 миллионов. И мы проиграли грант, и отдали этот грант общественному объединению казахстанских лицеев. то есть это ребята, среди которых нету таких проблем, как у нас. ну, вот, блин, вот Алмаз, ты вот такие вещи рассказываешь, знаешь, первую, как сказать, часть интервью мне хотелось заплакать, ты понимаешь, от этой безнадёги. Вторую часть интервью мне ушатать кого-нибудь хочется. ну, я не знаю, это, ну, разве так можно? ну, как? ну, я понимаю, там, слушаю, у нас действительно, там, на государственные деньги, да, мы это все знаем, там целую очередь из желающих стоит, но неужели это непонятно и не видно, что, ну, что вы не в этой очереди, ну, это, ну, что, совсем больные, что ли? ну, нет, ну, это просто, я не знаю, я, знаешь, это вот, ну, я не понимаю, как так может быть, вот, есть вот вещи, да, которые, вот, я не понимаю, как так может быть, потому что, ну, вот, те пришли ребята, которые, ну, ограничены в своих возможностях, уже, там, грант, рассказать, про ребят с ограниченными возможностями, ну, как можно отдать, какого-то там, ну, другим, ну, и вообще, ну, что, жалко, что ли, господи, прости, 7 миллионов, и то мы сделаем анализ, который у нас, миллиардами раздают эти деньги, ну, там, около 600 миллионов, ну, вот, да, из 600 миллионов, блин, 7 миллионов, господи, прости, так нельзя, и вот, как раз мы сейчас, вот, кто, МПО, вот, Атана, общество, и, вот, Жанна Ахметова, да, Ванаш Жуматов, Арсен Шаков, руководители общества, других, которые тоже не смогли получить, у них своя тематика, мы сейчас объединились, и объявили о создании, скажем так, о создании такого, то есть, пока это не зарегистрировано, мы хотим дать о себе знать. Ну, я видел, вы по этой конференции делали. потому что мы можем, и мы делаем, то есть, мы сейчас запустили этот хэштег, почему, потому что реально мы можем, реально мы делаем, но почему-то государство, которое там сидят, им фиолетово, кто делает, кто это там, свое все. Ну, можно, мне позвонили, сегодня утром, ребята из Казахстанского лицея, общества Казахстанских лицеев, они предложили сотрудничать, и взять наших ребят себе на совместную работу по реализации этого проекта, чтобы совместно реализовывать этот проект. Все-таки позвонили? Позвонили. Ну, это после вчерашнего. Ну, после того, как мы начали происходить, в фиолетовом смысле, давайте. Ну, это, я думаю, тоже маленькая победа, потому что, как говорят, отбором василий, ведущий. Согласен. Уф, фуэлл массы. Ну, я знаешь, что могу сказать? Вот, я предполагал, что это будет, вот, ну, непростой у нас с тобой разговор, да, и, потому что, такие темы, они, ну, что грех отрить, они не могут быть простыми. так не бывает, да, и, ну, тебе вот, я одно могу сказать, просто, вот, дай Бог здоровья, чтобы ты мог дальше, вот, заниматься, вот, деятельностью, потому что, кто будет? получается, то, что ты говоришь, вот, это лям народу, который, вот, с ограниченной возможностями люди, понимаешь, мне инвалиды почему-то, не выговаривается, да, то есть, ну, я помню, мне тоже, да, знаешь, как это, ну, ты вот, в моем понимании, да, тебе просто, ну, чуть-чуть ограниченная возможность, у тебя, вот, дури вагон, понимаешь, да, ходишь, вот, на уши, останы ставишь, молодец, красавчик, вот, и я хочу, чтобы просто, как, пускай, вот, Господь, Он тебе эту силу дальше дает, вот, и побоись, то есть, может быть, это и правда, да, то есть, кто будет за этих ребят, если говорить, вот, и, а на тебя глядячи, у тех ребят, понимаешь, они увидят, что можно это требовать, потому что, ну, и положено, то есть, это положено нам, вот, кто, как сказать, имеет больше возможностей, нужно помогать, особенно, тем, как сказать, органам, которым положено совсем помогать, понимаешь, то есть, и они, глядячи на тебя, они будут тоже выходить, пускай, не все там, в Астану, пускай, в свои там, ну, регионах, там, в Акиматы, никто, никто не будет, ну, как, ну, может, совсем сволочек, какие-то найдутся, ну, так не может быть, все равно, это, ну, это уже, просто уже, там, за гранью добра и зла, да, то есть, уже не помогать, когда еще и положено, ты понимаешь, продолжай нас, я, не знаю, я в фейсбуке, знаешь, вот у меня, как вот, ленту, вот, читаешь, да, и ты у меня всегда, знаешь, какой-то, вот, какой-то, вот, у тебя очень такой, самобытный стиль ведения, да, там, можно, ну, я вот уже научился угадывать, где-то там, твои настроения, да, ну, вот, когда долго читаешь, это уже понятно, мы уже там, про друг друга, сколько всего, там, знаю, там, ну, сколько бы, несколько раз же измерились, да, как бы, этот, но я, вот, знаешь, я тоже очень благодарен, что, вот, вообще, думал, недавно, что, до сих пор, вот, то, что мы получили в руки, вот, конкретно, вот, этот интернет, социальные сети, мы до сих пор микроскопом гвозди забиваем, вот, вроде бы, потом я побежал, вот, погрузился в это, во все, знаешь, там, мишенины, минут, бежим, что-то вот снимаем, делаем, пиарим, там, что-то, реквы, я не знаю, но много всего, да, сейчас вот прошло тоже 5-6 лет, я оглянулся, а правда ли, вот, что это чудо, правда, понимаешь, вот, ты сидишь, ты явно, это доказательство, что это правда, то есть, это огромное количество людей, дали возможность, говорить, и быть услышанным, ведь это, ну, вот, представь, допустим, не было бы интернета, да, ну, как, ну, а сейчас все, это есть, и, но обязательно нужны вот такие, как ты, подвижники, которые будут служить примером для, вот, ты сегодня это сказал, для миллионов людей, которые вот тоже имеют какие-то сложности, да, там, со здоровьем, пускай, пускай они выходят, и вот, мне еще что нравится, это вот, знаешь, какая-то внутри тебя, что, 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 ты находишь вот эти силы, и что-то делаешь, да, что ты, ну, молодец, то есть, я тебе хочу сказать, что мы тебя читаем, мы тоже радуемся, серьезно, мне давно один, там, человек сказал, говорит, ты, если тебе, ну, вот, ты написал пост, и там, ну, не очень много, там, комментариев, не очень много лайков, ты ведь не думаешь, что тебя не читают, может, людям просто, ну, неудобно что-то, это, это я тоже понял, да, заметил, да, 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 вот, как сказать, мы читаем, мы, мы в курсе, вот, а, тебе я только, вот, как сказать, сил, здоровье, вот, и давай, то есть, ну, это очень здорово, понимаешь, особенно вот сейчас, вот, когда там многие люди говорят, кризис, вот, пускай посмотрят, жить, любить, и созидать, ты не сидел в кризисе тогда, понимаешь? Конечно, все относительно, все относительно, и, то есть, я вообще, то есть, в любых проблемах есть возможность, не случайно все, потому что, я сравниваю, как я раньше был, как сейчас, тоже огромное, и многие вещи я делаю, как на лгад, или на интуицию, первый раз делаю, и оно само идет, а я сам просто иду, 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 а куда я иду? То есть, допустим, я не мечу там, политику, это не мое, там, еще что-то там, это не мое, то есть, если бизнес, то хотелось бы, да, зарабатывать там, все такое, хотелось бы помогать, социальный бизнес, чтобы был, и помогать, и зарабатывать, в таком духе. Ну, а что такого там, что ты немножко заработаешь там, себе денег, после того, как ты там, кучу народу поможешь. Да? Вот в твоем случае, в этом уж точно криминала, никакого нет, в смысле, и крамолы никакой нет, ну, ну, что там, допустим, вот взять там, что, ты там раздашь, много денег, много хороших вещей, сделаешь, еще чуть-чуть себе там, настаешь, вот там, на съемку артиру, чуть-чуть там, не кажется, ну, 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 допустим, то есть, то есть, она дает мотивацию, еще больше, нужно работать, я, сколько лет. Да, и с людьми, что, надо с людьми быть, потому что, ну, знаешь, я вот с тобой поделюсь, и я вот, наедине с собой, я тоже люблю быть, вот, и я могу, вот там, полгода тоже могу дома сидеть, вот, но это, ну, как сказать, все равно потом надо выходить, конечно, потому что так крыша поедет, там, ну, совсем дома, я вот, ты вот сейчас рассказываешь, сколько ты лет находился, да, вот, один там с тобой, но я там уже сломался, я же, когда у меня зубы начали высыпаться, и спина болеет, я не знал, куда идти, я же раньше на дискотеке ходил, двигался, работал на базаре, учился, в колледже, и все у меня было, и когда у меня сказали, что у меня зубов не будет, и начали высыпаться, я сломал, и закрылся, и дома сидел, и друзья уходили, и подруга ушла, ну, все ушло, и я не заметил, как я просидел, ну, я рад, что я не просто сидела, читала книги, на YouTube, слушала лекции, там, ну, в таком духе, я рад, что я не просто просидел, все. я вот чувствую у тебя, ну, знаешь, как вот, интуитивно же чувствуешь, вот, как бы левого образования, да, даже непонятно, можно много там умных слов говорить, но это мало что, а ты вот в своей, вот, кажущейся простоте, то есть, видно, что ты, эти лекции, они там, это, ну, они очень хорошо, нужно, так сказать, русло, попали, бимокассы, помогали, не пролетели, вот, классно, я, знаешь, я вот тоже радуюсь тому, что, вот это же тоже странно, да, что вот я непонятно, там, зачем ты вот интервью, и ты начал делать, ну, вот, наверное, для того, и тоже делать, что, это, знаешь, как вот познание жизни, что я вот, сегодня, от тебя, да, какую-то эмоцию, я же такую получил, какую-то, ну, как большую, там, не знаю, теплую, да, вот это же тоже, ну, зачем-то это тоже мне надо, да, и люди, вон, даже еще вот сейчас, тоже народ смотрит, да, что, что это за интервью, я не знаю, ну, ну, как это, куда это, я, я сам ничего не понимаю, понимаешь, я тоже вот так же, как ты, бреду, вот, и в этом контексте, я тебя слышу хорошо, что, да, и не надо эти планы, что планы, вот, коньяк готовит, надей битвы, победа от Бога, знаешь, как говорят, еще из псалтири цитата, и мы конями, и мы колесницами, а мы именем Господа славимся, все нам переживать, ну, переживание, это все относительно, трудности, это все относительно, то есть, когда руки, ноги есть, вы можете съездить дома, престарелых, юридов, там, увидеть, как умерли, как умирают бабушки, как умирают дедушки, как инвалиды без ног сидят, как они выживают, и при этом улыбаются, некоторые, то есть, это все относительно, я там был, и мне есть, с чем сравнить, и вот, когда назначение Батирек, советникам, тоже очень хорошо, хочу вот подчеркнуть, да, вот сейчас, то, что Бешимбаевым происходит, на самом деле, я его хочу поддержать, то есть, может быть, это неправильно, но он дал мне веру, потому что, когда он меня назначил, да, то есть, это, то есть, я жил в доме инвалидов, это как, такой глоток воздуха было для меня, потому что, мои проекты, никто не поддерживал, которые я предлагал, саморк казне, да, создать ресурсный центр для инвалидов, то есть, никто не поддерживал меня, и тут такая поддержка, то есть, для меня это был, как глоток воздуха, потому что, Куандык, да, Куандык Вальханович, да, Куандык, он понимал, он понимал, что надо притягивать, то есть, в общество инвалидов, потому что, то есть, у него уже другое мышление, не как наши другие, то есть, понимаете, как, ну, возможно, он что-то там сделал, это, ну, я туда не вмешиваюсь, моя задача была в другом, я свою задачу выполнял, но, здесь получается, и это тоже смотивировало других людей на колясках, потому что, вон, алмаз, оказывается, стал вот так, я тоже могу. Нет, конечно, а что, и, и это нормально, это нормально, и так и надо, понимаешь, кто-то должен встать, вот как Цой пел, встать и выйти из ряда вон, понимаешь, там, и сказать, ей, хочешь все, давай общаться, давайте делать, давайте, и это правильно, и вот в этом контексте, да, то есть, интернет, это огромная сила, но он ничто, то есть, вот мне в свое время сказали, интернет, это очень крутое, там, средство коммуникации, средство связи, но он ничто без коммуникаторов, он ничто без контента, генерящих людей, он ничто, вот без таких, как ты, которые вот сейчас, потому что в социалкой заниматься, это же не каждому тоже дано, да, то есть, это очень такая, это знаешь, как сказано, истинно сказано, ходите узкими вратами, а там очень сложно идти узкими вратами, вообще доступ к большим деньгам, это очень, не каждый это может, ну, перенести, там, ну, как сказать, слаб человек. Я же туда не иду, чтобы, допустим, с намерением зарабатывать, да, я вынужден туда пришел, да, не, ну, алмаз, ну, как сказать, то есть, сама жизнь меня туда привела, допустим, есть люди здоровые, люди открывают фонды, в Астане и в Алма-Ате 10 тысяч неправительственных организаций, а чем они занимаются, никто не знает. Ну, узнавайте. И поэтому мы говорим, вот активных, надо поддерживать, активных. Я заметил, что, вот, насколько я понял, суть вашей, вот, вчерашней пресс-конференции, что вы хотите, вот, Жанна Ахмедова, твои другие коллеги, которые вместе с тобой были, вы хотите это сделать, вы не говорите, что это плохо, вы, насколько, как я понял, вы хотите сделать это прозрачно. Да. То есть, чтобы люди поняли и узнали. То есть, ну... Это может быть неправильно прозвучит, но мы хотели хоть немножко справедливости. Ну, это, вот, знаешь, как я заметил, опять же, это очень положительный казус интернета, да, что он очень многие вещи делает заметными и видными. Просто туда надо посветить. Фонариками. Конечно. Вот. И все тайное, оно становится явным. Вот. и может быть там, и не все же, не могут же все, да, как сказать, ну, как-то там плохо делать, да, то есть, наверное, кто-то что-то там и нормально делает. а когда, если все по-честному, ничего скрываться, вот, как говорится, ну, я думаю, что это вы, конечно, замахнулись там очень, ну, как это не просто будет, я так думаю, вот, ну, давайте, это полезное дело, потому что, ну, кому это надо доказывать? Это же очевидно, во-первых, там деньги большие, во-вторых, действительно, когда они, ведь многие укоряют государство, да, что вот оно неэффективное, там, что оно там где-то бездушное, в каком-то смысле так и есть, вот твой, ну, вот, видишь, оператор чихает, ну, вот правда, да, вот как говорят, то есть, ну, это так и есть, то есть, как сказать, но с другой стороны, вот ты начал, вот это поступательное движение, да, вышел в люди, начал потихонечку, ты вот говоришь, не хочу политикой заниматься, ну, видишь ли, алмаз, кроме ты, ты уже потихоньку, все равно, ты, так или иначе, ею будешь заниматься, да, и ничего в этом страшного нет, понимаешь, потому что, когда они будут видеть, что ты пришел, и вопросы задаешь, они в следующий раз будут уже на них ответы давать, они просто отмахиваются, как одну хедозуину, ничего страшного, все должно быть на противовесах, вот я считаю, понимаешь, там, как вот, то, то, что ты говорил сегодня, то гражданское, какое-то общество, которое начинает складываться, пускай даже на базе фейсбука, вот тоже странно же, да, раньше какие-то партии были, там, и прочее, а сейчас уже какие партии, вот фейсбук вышел, вот тебе в партии, кстати, можно наблюдать, что, может, благодаря фейсбуку, даже интернету, время агашек уходит, то есть, сейчас идет время именно социальных, каких-то активных людей, которые готовы созидать, возможно, я вот это наблюдаю, те же олигархи, которые сидят на фейсбуке, они общаются с простыми людьми, это хорошо же, и потихоньку, потихоньку, немножко общество социализируется, да нет, это нормально, когда такое было видно, что можно написать там пост в инстаграме, он в Алма-Ате, и завтра он дыру в асфальте заделал, ну, чтобы раньше эту дыру заделать, надо было месяц пороги оббивать, еще с непонятным результатом, сейчас он написал в инстаграм, через два дня картинку прислали, но это же тоже правда, понимаешь, и вот я встречался с ребятами-блогерами во время универсиады, оказывается, что подобные аккаунты, ну, там или иначе, или в фейсбук, или там вконтакте, или там инстаграм, что начали появляться в каждом областном городе, то есть это же вообще здорово, что это не прерогатива, господи, не прерогатива, а Алматы там и Астаны, ну, понятно, в этих двух городах, знаешь, как это, есть ли жизнь за МКАДом, то есть, ну, а ты ответь, вон, на 200 километров, да, и там, вот там и иди жизнь смотри, да, 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 вот, ну, вот уже, хотя бы, что в областных центрах, я вот посмотрел, есть ребята-активисты, которые тоже начали вести, вот подобные, что туда можно пожаловаться, начали тесно взаимодействовать, да, там, с органами власти, многие, вот я замечаю, да, такой флёр, что не очень у нас люди, как сказать, положительно воспринимают, кто-то, когда начинает сильно с властью, как бы, да, контактировать, но это же вот тоже, понимаешь, как сказать, там грань тонкая, правда, что тебя могут туда засосать, пожелать и выплюнуть, да, иди, что-то туда пришёл, да, ну, вот, как-то будут умудряться, значит, да, находить вот эти компромиссы, чтобы и полезными быть для людей, ну, видишь, вот, все говорят, блогеры там, разные, правильно, они очень разные, во-первых, как и все, как милиционеров, как министров, агашат, их в Шаолинском монастыре не воспитывали, а они вот в соседнем подъезде выросли, но у блогера, у него всегда есть ответственность перед вот его же аудиторией, это, понимаешь, палка о двух концах, то есть ты скруется, наверное, сможешь, но это очень непросто, потому что тебе каждый день встреча с твоими, как вот у депутата, да, у него когда-то там раз в год встреча с избирателем, а у тебя каждый день те кумы пишут, ты мутак, ты что творишь, каждый день открыл фейсбук, а те избиратели все написали, получается, вот этих людей, которые сейчас начинают как-то взаимодействовать с властью и делать, пытаться что-то полезное, то есть им мандат дает, их аудитория, ну это вот, в кавычках, почему в кавычках, то есть если ты, ну тебя никто не знает, с тобой там разговаривать не будут, правильно же, получается, тебе знают, тебя читают, это и есть вот твой, как бы, он не видит. про депутатов это отдельно, ладно, сейчас не надо, вот. Ну, я вот ответственность почувствовал, когда вот, как раз с Бергангаром, когда у нас была ситуация, я помню, сидел и думал, что я натворил, я же написал, что депутаты, почему депутаты не одевают казахстанскую одежду, носят зарубежные костюмы, почему они ездят на зарубежных машинах, они ездят на, не ездят на отечественных машинах, то есть, это откровенная критика была. Ну, а что такое? Ну, правильно, но я в то время так был напуган, когда кипиш стоял, и журналисты все время звонили и просили интервью, и я помню, очень хорошо помню, да, вот я хочу поблагодарить мамы детей с ограниченными возможностями, они мне в личку начали писать, поддерживать меня, Алмаз, правильно ты делаешь, давай, давай, а я же не знал, все пишут, пишут, а потом начал заходить в аккаунты ихние и смотреть, кто это меня поддержит, кто это пишет. Я начал видеть их фотографии с ихними детьми, да, то есть, потом они начали когда сами писать мне, я мама такая, такая, да, у меня ребенок ДЦП, там, у меня ребенок, там, не знаю, с чем болезнью, так и так. это очень сильно на меня, это я задумался, кажется, то есть, фейсбук, это огромная ответственность, и каждое слово нужно... то есть, это не шутки, но опять же, те люди, которые, вот как ты, допустим, долго пишут, они уже через вот это все пришли и вот, пожалуй, ты же сейчас осознаешь ответственность, да, каждого свое слово, и ты знаешь, когда ты можешь очень сильно ранить, ты знаешь, когда ты нанесешь вред и ущерб своим, ты все это понимаешь, да, вот прошли годы и это все случилось, это не сразу, да, кто знал, я вот, почему у тебя очень хорошо в этом контексте понимаешь, что я тоже через это все прошел, и я вот редко, допустим, да, там, куда-то вот высказываюсь, да, там, негативно или что-то, потому что, ну, ну, в каких-то вещах, ну, я не знаю, то есть, где-то я не вижу, что, ну, своего морального права, а вот, мне или критиковать, да, то есть, ну, это тоже есть, потому что, вот, многие критикуют, вот это плохо, вот это плохо, вы идите, что-нибудь сделаете, предлагаете, даже она с дивана-то легче, да, то есть, как вот, а, дать предложение, гаджи критикуешь, предлагай, да, а вот дать предложение, ну, там, вот, допустим, в масштабах даже города, Алматы, это даже не страны, просто вот, что-нибудь будет. Вот это вот, критикуешь, предлагай, оно как раз меня и заставило думать, потому что я же тоже критиковал, да, а потом я, когда начали, предлагай, сама аудитория, ну, предлагай, да, а у меня не было, что предложить, у меня было, что критиковать, я начал задумываться, и когда ты уже начинаешь думать, что предложить, ты поневоле начинаешь думать, как научиться думать проектами, а не просто, там, желаниями, и так далее. С инстанциями. Да. Ну, ты понимаешь, вот сейчас, вот я ленту, мне знаешь, вот, что мне нравится, вот, вот, я поделюсь, раз у нас такой, откровенный разговор, смотришь, мне не нравится то, что, я не очень разобрался, почему так, но вот последнее время, надо просто вот, ленту невозможно читать, все плохо, все воры ему. Это как кладбище положительных эмоций. Да, понимаешь, это вот все жопа, все, ну, как, ну, я же, ну, я понимаю, что это неправда, то есть, так не может быть, что, просто, понимаешь, действительно, там случился, там, какой-то там ужасный инцидент с ребенком, да, это трагедия, это очень страшно, а тут вот второй с другого города, а тут вот третий, а тут вот четвертый, а этот украл, а этого, блин, нас посадили, и, понимаешь, получается, а вот эти все наши новостники, они же хорошие новости редко, да, ну, их не очень, может, много, но их хуже воспринимают, я думаю, что их столько же хороших новостей, столько и плохих, потому что, ну, баланс, да, белого черного, а тащат вот это вот только говно на веке, понимаешь, и мы постоянно это, понимаешь, я вот недавно не был неделю в фейсбуке, я себя поймал на мысли, что было хорошо мне в этот момент, мне не было столько проблем, я, понимаешь, не чувствовал себя вот от этого ужаса всего, понимаешь, что, ну, видишь, я так иду, вот она хорошая вещь, с другой стороны, вот все, как она на нас влияет. Ну, может быть, в этом, мне кажется, это на самом деле психология. Психология, ну, мы-то, видишь, мы живые люди. Мы живые, мы сами садовники своей жизни, что мы сажаем, цветы, да, или другие вещи, то есть, ну, это тоже полезно. Мы это перерастем. На самом деле, в фейсбуке сидят люди, которые, возможно, ищут себя даже. Конечно. Таких очень много. Очень много, да, много одиноких людей. У них есть семьи, но они одинокие. У них есть материальное богатство, работа хорошая, но они одинокие. У них есть дети, но они одинокие. То есть, это можно наблюдать. Фейсбук, как Жанна Олечева говорит, фейсбук прозрачный, говорит, это правильно. Все чувствуется. И люди многие, у них есть все, но они одинокие. Это как у Оша, то есть, внутренняя пустота не дает покоя, потому что они не знают, как заполнить ее пустотой. Потому что у самого общества нету, не как маяка, а созидательного движения. Люди не знают, куда идти. А когда что-то не знают, куда течь, общество, как вода, течет туда, где низко. То есть, и получается, мы течем туда, где низко. А откуда появляется родник? Переетывает, как скажем, то есть, через тонны грязи, да, поднимается, и потом исходит родник. Чистая вода. Так же и наш... А почему ты вот об этом не пишешь? Я бы на это писал бы, да? Или там вот, я не знаю, на камеру что ли снимать. Потому что надо полагать, что ты, ну вот, внутри себя, да, то есть, очень много там о чем передумал. Я вот просто говорю, что ты сейчас легко говоришь о таких вещах, которые, ну, очень, на самом деле, непростые. И до них дойти, и просто даже задуматься, да? Вот в этой привычной мишанине это, ну, не каждому дано. Ну, я понял, что не все меня понимают, когда я философствую. Ну, и не надо. А зачем все? Да, единицы. Ну... Ты возьми, пожалуйста, любого философа, Алмаз. Вот возьми любого философа, да? При жизни, да, не, не. Не, не, это ладно. Ты просто возьми его, почитай. Там половина непонятно, что не делает. Это нормально. То есть, каких-то слышат там позже, каких-то слышат там прям сейчас, каких-то больше, каких-то лучше. Ну, мне кажется, я просто вот сейчас, ну, вот я слышу, что ты дофига об этом думал. Ну, а какого молчить мужчина? Может, время не прошло. Вот сегодня вот, да, вот тоже для меня. Ну, я вот для себя очень приятно, вот удивился, что ты... Ну, я вот... Мне говорили, предлагали, давай снимать тебя, да, там, интервью, там, все такое, и о жизни, там, помню, предлагали снять документальный фильм, помню, финансирование, там, унаши на этом оставили. то есть предложения были, возможно, время не прошло, хотя, то есть, мне... И сколько лет, ты считал? Мне 36, 37 лет, в августе. На самом деле, мне есть много о чем сказать, то есть, если там по философии, да, по психологии, как раз... Я не хочу кого-то там учить, там... А это не надо, то есть, ты... Вот сейчас же, ты же не в форме, как сказать, знаешь, у нас пол фейсбука учителя, понимаешь, а там половина в духовные все рвут. Да, да, да. Вот. Но... Ты же вот сейчас не говоришь там, покайтесь, да, то есть... Священник, да? Да, да, понимаешь, или там, вы все там, жалкие, ничтожные личности, я один тут, все в говне, в белом фраге, нет? То есть, ты просто говоришь, ну, делишься своими наглядениями, и я абсолютно уверен, они для многих людей будут услышаны. Ну, недавно я написал, что в пятницу лучше спешите к родителям, да, чем в мечети. То есть, эта фраза, которая шла изнутри меня, на самом деле, я могу просто написать, но я просто коротко сжал, то есть, очень много популизма, что, жма, жма, намаз, да, начинать картинки, там, фотографии с мечети. Это же неправильно. Это, если ты молишься, это должно быть таким интимом, ты дома, я каждый молюсь дома, да, перед сном, но я же не показываю. я жил в доме инвалидов, престарелых, где видел, как эти дети и внуки тащат пенсии от своих родителей. Да, они свою награду получат, за них. то есть, больше говорят о Боге, но действиями это не показывают люди. Ну, я тебе хочу сказать, что мы их судить не будем. Да, судить не будем, но просто, когда... Не судите, да не судим, но будете. то есть, это вот, ну, в этом контексте, ты просто, ну, конечно, родители это такое же святое, да, кто больше, Бог или родители, да, ну, конечно, Бог, да, то есть, если так, с канонической точки взаимия, но наступает тот момент, когда они для нас становятся крайне важными, да, может быть... Ответственность. Да, может быть и больше, то есть, понимаешь, ну, тут видишь, просто там еще проблема, вот, в фейсбуке, да, и там, все бегут, ну, как ты лент уже читаешь, и когда ты вот, ну, вот, ты сейчас вот что-то сказал, да, там, ну, как, я тебе скажу, да, 2 миллиарда человек каждую пятницу совершают зима на массу, понимаешь, и они с тобой точно не будут согласны, вот, но, но это же не тот контекст, да, в котором обидно, да, то есть, что, всего лишь ты сказал, что, ребята, там молитву тоже возносите за родителей, да, понимаешь, вот, ну, вот, ну, как ты сказал, понимаешь, это на три страницы срача, 500 комментов, это вот, как с куста, ну, может быть, конечно, с тобой там не будут, по-другому нельзя было сказать, потому что, то есть, надо, как, немножко ударить, да, ну, не ударить, сколько оконнуть, чтобы посмотрели, зачем, ну, опять же, я не говорю, это есть люди, которые, они сейчас не услышат, что ты говоришь, и ты им хоть укричи, ты их можешь кувалдой по башке бить, не услышат, придет время, услышим, то есть, но это не значит, что тебе не надо говорить, говори, что слышишь, это же, как сказать, ну, аккаунт личный, поэтому, знаешь, как это, даром получили, даром отдавайте, то есть, такие вещи, которые тебе сверху говорят, надо по чуть-чуть, да, ну, ты это, только без этого, беспокойтесь, вот, сейчас ты с интонацией, я, покатись, как вы смеете, да, то есть, ну, ну, она есть, да, вот, Алмаз, мы с тобой коротенько, полтора часа уже проговорили, блин, я бы снял вторую, третью, четвертую серию, давай ты будешь, это, пообещай мне, пожалуйста, как будешь в Алмату приезжать, ну, по каким-то делам, и маяку, я буду приезжать с камерой, и будем снимать свежие, твои мысли, идеи, вот, а сейчас, да, саламбалит, варик васлам, все, аминь,